Всем привет, с вами Кирилл. Сегодня у нас на обзоре петличный микрофончик, а выводы по которому сможете сделать и вы сами. Этот микрофончик я уже успел разобрать, но не проверить. Заметил, что не такой как всем. Здесь у нас провод проходит в экране, электретный капсуль без каких-либо опознавательных знаков, но зато с другой стороны есть небольшие перфорации, которые проходят по кругу. Чтобы провод не вырвали из корпуса, здесь есть небольшая стяжка. Размещался он у нас вот так вот. И кстати, да, с одной стороны здесь есть вот такой небольшой уплотнитель. А сверху накручивается вот такая крышечка. Точно сказать не могу, но по ощущениям это металл и как будто бы алюминий. С другой стороны у него моноджек, вот только на страничке продавца он был стерео. Длина этого микрофона не такая длинная, как например у других. И составляет чуть больше одного метра. Один метр и десять сантиметров. Не буду вас томить и пожалуй переделаю этот микрофончик с одноканального на два канала. Вот какого качества наш проводок внутри. Для пайки у нас используется быстрый паяльничек, ссылочку на который я вам оставлю вот здесь. С этим микрофончиком также шла вот такая вот поролонная ветрозащита. Забыл добавить немножечко по материалам. Здесь есть пластик, он используется только вот в этой части, где у нас прикрепляется сам микрофончик. А вот эта часть, прищепочка, выполнена полностью из металла. Для сравнения этого микрофончика мы будем использовать вот такой вот другой петличный микрофончик. Называется он BY-M1 Boya. В качестве источника записи будем использовать нашу камеру. А также я предлагаю использовать вот такой вот рекордер Zoom H1. Наше тестирование начнем с подключения нашего нового микрофона. Сразу надо сказать, что этот микрофон более чувствительный, поэтому мне пришлось убрать чувствительность программно в нашей камере. Давайте я немножечко пройдусь по характеристикам этого нашего чудо микрофона. Диапазон частот воспроизводимых от 20 до 20 кГц. Но опять же напоминаю, что это написано на странице продавца. Входное сопротивление нашего микрофона 680 Ом. Рабочее напряжение от 1 до 10 вольт. Длина провода составляет 1 метр 10 сантиметров. А следующий у нас в тесте микрофончик Boya. Хотелось бы отметить, что стоимость такого микрофончика около 20 долларов. Конечно же, качество его, ну как бы сказать, 3-4. И это я считаю очень хорошим результатом. Главной фишкой этого микрофончика является наличие вот такого вот модуля. С помощью которого наш микрофончик может работать как с камерой, так и со смартфоном. Для сравнения чувствительности я использую рекордер Zoom H1. Здесь я уже выставил один уровень сигнала. Именно с таким же уровнем сигнала я буду использовать и микрофончик Boya. А еще забыл добавить, что на страничке продавца наш вот этот подопытный микрофончик числится как высококачественный нагрудный конденсаторный микрофон. Ну а мы с вами переходим на сравнение с микрофончиком Boya. Ну а наш микрофончик Boya можно считать заслуженно хорошим. И записывать на него как на телефон, так и на видеокамеру. Поэтому я все-таки продолжаю его использовать по сегодняшний день. Но думаю, может быть после этого теста я все-таки смогу поменять его на какой-то более короткий микрофон. А также, друзья, хочу вам показать другую сторону нашего обзора. Сейчас я уже монтирую видео и хочу вам показать ту чувствительность, которую я выставляю для обеих петличек. Чувствительность обоих записей была увеличена ровно на 8 дБ. Мы увеличим нашу чувствительность еще дополнительно на 7 дБ, чтобы приблизительно уравнять наши амплитуды. А теперь мы с вами немножечко увеличим и посмотрим на уровень шумов. То у новой петлички у нашей шумы как раз более отчетливый и видны лучше. В то время как у Boya этих шумов чуть-чуть меньше, но все же не намного. При прослушивании обеих этих записей мне показалось, что у новой петлички есть преобладание высоких частот. В то время как у Boya лучше слышны низкие. Но что касается качества звука, то оно меня удовлетворяет как у новой петлички, так и у Boya. А уровень этих шумов я считаю некритичным и также предлагаю их послушать вам. Ну что ж друзья, наше видео заканчивается, а вам я предлагаю оставить ваше мнение в описании под этим видео. А на этой нотке я прощаюсь с вами. Не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на наш канал и до новых встреч. С вами был Кирилл, пока-пока. И так понял, что здесь у нас микрофончик в монорежиме, а не в стерео работает. 100% вам, конечно, утверждать это не буду, но припаявшись сюда, наш конденсатор от этой микросхемки. Питание же и все остальные характеристики у них вроде как схожи, но это должна выдавать нам 50 Вт на канал.